Как сажать розу? Дачный участок без роз представить невозможно. Хоть один куст роскошной красавицы обязательно украшает цветник. Вырастить ароматный цветок не очень сложно, если изначально дачник знает, как посадить розу, какое место для нее подходит. Когда сажать розы в открытый грунт, весной или осенью? Саженцы роз можно успешно высаживать на протяжении всего теплого времени года, но традиционно выбирают весну или осень в продажу. Поступает максимальное количество саженцев. Сроки преимущества весенней посадки Большинство торговых сетей начинает торговлю саженцами на исходе февраля. С этого времени садоводы готовятся к пополнению своей коллекции. Но даже на юге это не подходящее время для высадки. Приобретенные растения хранят до теплых дней в прохладном месте, дожидаясь подходящих условий. Почва полностью освободилась от снега. Оттаяла температура воздуха несколько дней подряд не опускается ниже плюс 10 градусов. Прогноз погоды не предвещает возвращение морозов. Дополнительная информация. Саженцы роз сажают, когда зацветают одуванчики. Преимущество весенней посадки в том, что за лето саженцы сформируют крепкую корневую систему, без проблем выдерживающую морозные зимы. Плюс молодые побеги успеют полностью вызвать. Древесина не пострадает от холода. Садоводы, выбирающие весну, приводят еще один аргумент. Более легкий уход. Не приходится ломать голову над целесообразностью полива. Сроки и выгоды осенней посадки. Преимущество посадки роз осенью состоит в более предсказуемой погоде, отлично прогретом грунте, прохладных ночах, способствующих быстрой приживаемости саженца. На следующий год кустики будут полноценно цвести. Подготовка к посадке. Общепринятое правило. Последний кустик высаживают не позднее, чем за три недели до наступления окончательных холодов. Другой важный момент. Ночная температура не должна быть ниже плюс 10 градусов, предельная дневная, плюс 15 градусов. Учитывая сроки цветения высаживаемых сортов, чем раньше раскрываются бутоны, тем раньше нужно посадить розу. Оптимальными считают сроки со второй декады сентября до середины октября. В южных регионах сроки сдвигаются посадку, там можно проводить до первых числе ноября. Обратите внимание, розы флорибундл лучше высаживать весной. Чайно-гибридным сортам подходит поздняя посадка, середина мая. Правила посадки роз осенью с открытой и закрытой корневой системой. Высаживая розы придерживаются правил, гарантирующих нормальное укоренение, зимовку и дальнейшее развитие саженцев. Выбор посадочного материала, самая верная оценка качества саженца, состояние корневой системы. Свежие, упругие корни, однородного цвета, без гнили, мокнущих участков, главные критерии. Наличие не менее трех основных побегов ровной зеленой окраски с глянцем свидетельствует о хорошем состоянии саженца с открытой корневой системой ОКС. Закрытая корневая система ЗКС означает, что саженец продается в контейнере. В этом случае обращают внимание на то, насколько плотно прилегает грунт к стенкам емкости. Умеренно влажный субстрат, отсутствие зазора, неприятного запаха, облиственные упругие побеги характеризуют качественный товар. Посадка розы Выбор места на участке розам подбирают хорошо освещенные места, защищенные от ветров, особенно северных. Южная сторона розария не должна перекрываться строениями или высокими изгородью, деревьями, кустарниками. Желательно, что место было возвышенное для быстрого оттока талых и дождевых вод и отдаления корней от водоносного слоя грунта. Требования к грунту, плодородность, хорошая аэрация, слабая кислотность. Поэтому место подбирают с учетом, какую почву любят розы, чтобы уменьшить количество добавок, вносимых в нее. Технологически посадка акустиков с открытой и закрытой корневой системой имеет различие, о чем будет рассказано ниже. Необходимо использовать плодородные почвы подготовка к посадке. Прежде чем посадить саженец проводят ряд подготовительных работ. Подготовка грядок под весеннюю посадку грядки готовят в предзимние дни, когда почва еще достаточно теплая. Осенью, примерно за месяц до начала посадочных работ, в августе. Совет. Начиная с перекопки на 50-60 сантиметров. Одновременно облагораживая его, размечают лунки и отбирают необходимое количество земли для приготовления питательной почвы для роз. Приготовление питательного субстрата за основу питательной почвосмеси берут грунт из лунок. К нему добавляют компоненты, улучшающие его механический состав и повышающие плодородие. Затем почвосмесь прикрывают пленкой для лучшей сохранности до посадки. Облагораживающие добавки для суглинков. 3 части песка, по одной части компост и дерна, для глины 6 частей крупного песка, листовая. Или дерновая земля, 1 часть компост, перегной по одной части, для песчаников по 2 части дерновой земли и суглинка, компост перегной 1 часть. При необходимости к почвосмеси добавляют щелочные или подкисляющие добавки, чтобы довести РН до уровня 5,5-6,5. Можно для заполнения посадочных ям использовать покупной специализированный грунт для роз. Слабо щелочной почвы подготовка посадочного материала процесс проводят перед самой посадкой. Начинают с ревизии побегов и их обрезки, удаляют все подсохшие, поврежденные, делая срез над первой почкой. Далее укорачивают здоровые побеги в зависимости от времени посадки, состояния саженцев, сортовой принадлежности. При осенней посадке самым сильным пустиком оставляют по 5 почек на побеги, средненьким по силе и качеству достаточно 3 почек, слабые. Укорачивают до 3-5 мм от основания. Весенняя посадка роз требует нормирования количества почек. Разом флорибунда оставляют 3-4 почки, чайно-гибридной группе и полиантовым низкорослым по 2-3 штата. Длину побегов плетистых роз группы Рамблер оставляют 35 см. Высокорослые сорта укорачивают на 10-15 см. Парковым и миниатюрным обрезкой не требуется. Для саженцев ОКС проводят повторный осмотр корней, подстригают помятый, пенсируют здорово и погружают в стимулятор корнеобразования на 3-4 часа. Непосредственно перед размещением в лунке окунают в болтушку из коровяка и глины 1-3. Важно! Если срезы купленных саженцев залиты парафином, перед посадкой его снимают. Парафиновая шапочка затрудняет дыхание, что увеличивает сроки укоренения. Как правильно сажать розы в открытый грунт? Описание процесса, как сажать розы, включает следующие этапы. Посадочную яму готовят за 2 недели, чтобы почва успела дать усадку. Размеры зависят от сорта типа. Парковым – 90 умножить на 90 см, глубина – 70 см, остальным достаточно 50 умножить на 50 умножить на 70 см, при условии, что корни разместятся свободно. На дно выкладывают 5 см дренажного материала, гальки, битого кирпича. Перед размещением саженца в лунке на дне делают холмик, по которому будут направлены корни. Саженец погружает в ямку, расправляет корешки, постепенно подсыпает подготовленную почво-смесь с добавлением суперфосфата на каждую. Лунку понадобится 2 горсти сухого удобрения. После посадки кустик обильно проливает водой. Если почва сильно осела, подсыпают необходимое количество земли. Приствольный круг мульчируют сухим торфом, компостом или сеном. Органический слой защитит корневую систему от резких колебаний температуры, сохранит влагу. Обратите внимание, этот способ подходит для местности с повышенной влажностью. Если климат сухой, в яму предварительно выливают ведро воды. После посадки уже орошение не требуется. Оптимальная схема при групповой посадке кустовых роз между полиантовыми промежуток не менее 40 см. Чайно-гибридным сортам шаг делают. От 60 см парковые высаживают на расстоянии не менее метра друг от друга. Как правильно заглубить место прививки Важный момент при посадке привитых роз – заглубление места прививки. Опытные садоводы рекомендуют заглублять у чайно-гибридных на 3-5 см, парковых на 5 см. Флорибунда – на 3-8 см, плетистых на 8-10 см. Корневую шейку корней собственных роз заглубляют на 3-5 см. Дополнительная информация. Торговые сети и большинство питомников реализуют саженцы, где сортовые черенки привиты на специально подобранный подвой. Особенности посадки роз с закрытой корневой системой Наиболее часто встречаются три вида упаковки корневой системы – цилиндры из прозрачного пластика без дна. Здоровые розы сажают, не разрушая земляной комитет. Если корешки вызывают сомнения, субстрат отряхивают, удаляют сухие, перепутанные расправляют. Горшочки с торфаным субстратом обязательно удаляют весь транспортировочный грунт. На первый взгляд это противоречит научным канонам. С практической стороны корни плотно оплетают субстрат, образуя войлочную подушку. Для дальнейшего выращивания саженец извлекают из горшечка, опускают воду вместе с комом. Когда торф полностью напитается водой острым ножом, срезают внешнюю часть субстрата. Затем корни моют, расправляют. Упаковка сетка В большинстве случаев производители рекомендуют производить посадку, не освобождая корни от сетки. Однако садоводы, столкнувшись с замедленным развитием таких роз, рекомендуют сетку разрезать и только потом высаживать. Розы с закрытой корневой системой места под посадку роз в контейнерах или упаковке и посадочные ямы готовят по общим правилам, заполняют. Подготовленные почву смесью трамбуют, готовят лунку, соразмерную земляному каму. Глубину делают такой, чтобы сверху досыпать еще 3-5 сантиметров грунта. Высадка горшечной розы в грунт Любители роз часто укореняют в домашних условиях черенки подаренных букетов роз, используя различные методы. Картошку, песок, легкие субстраты на основе сфагнума и т. Д. Как правильно посадить выращенную таким образом розу? Укорененные черенки высаживают в открытый грунт, используя перевалочный метод. Поскольку укоренение происходило в условиях, приближенных к идеальным, для высадки подходит любой срок. Посадочное место готовят по общей технологии. Важно! Саженцы в первые две недели притеняют от жаркого солнца. Иногда для пополнения коллекции используют семена розы. Сеянцы подращивают в горшках до двух лет, затем высаживают. Особенности посадки роз в различных регионах. Климатические условия местности влияют на сроки посадки и выбор подходящих сортов. Реже вносят изменения в стандартную технологию высадки саженцев. В средней полосе и Подмосковье, Московской области преимущество отдается весенним срокам посадки из-за неустойчивой осенней погоды. Практикуя два способа – холодный старт кустики с открытой корневой системой высаживают в холодный только что оттаивший грунт. Важно при этом, чтобы саженцы еще пребывали в спящем состоянии. Цветение роз саженцы с закрытой корневой системой сажают, дождавшись устойчивого тепла. Молодые растения успешно приживаются на протяжении всего сезона. Крайний срок высадки – середина сентября. Особый климат Урала вынуждает дачников ориентироваться по температуре. Весной розы сажают, когда почва прогреется до 8 градусов. Осенью выжидают дневные температуры воздуха на уровне 4-7 градусов. В Сибири все посадочные работы, независимо от сортовой принадлежности роз, проводят с 15 мая по 15 июня. Важный фактор – воздух должен прогреться до плюс 10 градусов С. Для благополучного развития цветения роз очень важно правильно посадить их. Если все сделано в положенные сроки, с полным соблюдением агротехнических рекомендаций, роскошные цветы украсят сад через короткое время.